Всем привет! Меня зовут Артём. Сегодня мы с вами поговорим о том, что нужно делать с лыжами с новыми. Фишер, Соломон, Атомик. Что нужно делать с вашими уже лыжами, которые есть у вас, на которых вы катаетесь. Как их обслуживать, чтобы они вам прослужили долго и хорошо скользили. Итак, вы приобрели новые лыжи, допустим, фирмы Фишер. С завода у нас верхние модели обрабатываются транспортировочным парафином. Ну, он транспортировочный и также, в принципе, скольжение. Называется технологией Привакс. Если лыжи, допустим, Соломон, либо Атомик, у Атомика на скользящую поверхность приклеивается пленка защитная. Сейчас мы более подробно поговорим именно про лыжи Фишер, про парафин, который на них транспортировочно нанесен и что с ними нужно сделать. То есть нам нужно его снять, почистить лыжу от парафина и подготовить к первому вашему выходу на снег, так скажем. Многие задают вопрос, можно ли ехать на лыжах сразу из магазина. Это категорически нет, потому что транспортировочный парафин, допустим, с лыж Фишера, его нужно обязательно снять и почистить лыжу. Иначе она у вас будет очень сильно тормозить и скольжения вообще не будет. Если это лыжи Соломон, либо Атомик, где у нас пленка, там нужно вам лыжу обязательно предварительно обработать парафином. То есть, как это говорится, запитать пластик лыжи. Это будет в будущем у вас лучшее скольжение. И нужно первые, наверное, километров 500-1000 после каждой тренировки парафинить лыжи, чтобы запитывался пластик и будет постоянно улучшаться скольжение. То есть, это все делают спортсмены, это хорошие лыжи всегда запитываются для лучшего скольжения. Сейчас мы вам покажем, как снять транспортировочный парафин в домашних условиях и какой инструмент вам для этого нужен. Нужен вам минимальный набор, это скребок для желоба лыжи, скребок для основного пластика, чтобы основной парафин снимать. Вот, также щетки, стальная, либо бронзовая, мы чаще всего стальной пользуемся. Вот, и для финишной полировки это мягкий нейлон. Желательно использовать станок профиль, чтобы вам очень жестко закрепить лыжу. Вот, то есть, кто-то говорит, может быть мне это на коленке почистить, еще как-то, это как минимум очень неудобно. У вас не будет жестко зафиксирована лыжа, и когда вы будете чистить либо скребком, карандашом желоб, либо основной пластик, у вас может очень легко скребок сорваться, и вы повредите свою скользящую поверхность, вот, которую потом не так-то и просто восстановить. Начинаем снимать парафин транспортировочный с желоба. Почему с желоба? Чтобы в случае, если у нас карандаш, скребок сорвется, чтобы мы, опять же, не повредили скользяк, а провели просто по парафину. Делается это без особого нажатия, от носка к пятке, в несколько приемов проходим и вычищаем желобок. После чего снимаем парафин с канта. Хочу заметить, что скребок у вас должен быть всегда остро заточен, все грани. На новых они всегда острые, вот, когда тупится, не обязательно вам покупать новый скребок, то есть, либо у нас в сервисе есть инструмент для заточки скребков, если для домашнего использования не обязательно такое покупать. Вы на самом деле можете использовать простой железный уголок, наждачную бумагу и отлично точить скребки под углом 90 градусов. Скребок должен быть всегда острый. Для чего именно нужен острый скребок? Чтобы парафин со скользящей поверхности срезался. И если после шлифовки даже там остался мелкий ворс, то он уходил вместе с парафином и именно срезался. Для этого он и точится. Если будет он у вас тупой, то вы будете очень сильно давить на скользящую поверхность, чем можете ее повредить. Мы начинаем снимать основной парафин со скользящей поверхности. Делается это без особого нажима. Вот. И в несколько заходов. После того, как мы сняли скребком парафин, начинаем чистить щетками. То есть вначале стальной. Вычищаем структуру также не давя. То есть у нас щетина должна выметать лишний парафин из скользящей поверхности и структуру лыжи. Вот. То есть несколько проходов, чтобы лишний парафин вымести. Особо не нажимая. То есть парафин удалили. После чего полируем мягким нейлоном. То есть несколько проходов от 5 до 10. И в принципе лыжа у нас готова. Мы можем ехать кататься. Вот. Единственное, что по опыту замечали, что заводской парафин транспортировочный, его хватает немного на меньшее расстояние, нежели уже потом обработанные под утюг лыжи. Мы вам показали, как снимается заводской парафин на лыжи Fischer. И после чего вы можете, в принципе, ехать кататься. Вот. А сейчас мы вам покажем, что нужно делать с лыжами, которые с завода не обработаны парафином, как, например, Fischer. То есть, если у нас, допустим, это лыжи Atomic, на которых нанесена пленка с завода, мы ее, соответственно, отдираем. На ней кататься нежелательно. Хотя можете попробовать. Может, у вас хорошо получится. Вот. Но это не рекомендуется делать. Вот. То есть после того, как мы сняли пленку, у нас получается чистая скользящая поверхность без парафина. Которую обязательно нужно обрабатывать перед первой поездкой. Во-первых, для чего мы обрабатываем лыжу парафином? Для того, чтобы защитить скользящую поверхность, чтобы она у нас дольше служила. Вот. Напитать ее парафином, чтобы она лучше ехала. Как я уже говорил, это желательно делать. Даже нежелательно. Обязательно после каждой тренировки. За счет чего у вас будет улучшаться скольжение. И дольше у вас лыжа прослужит. Вот. У вас может возникнуть вопрос, как определить, есть на лыжах парафин, либо нет. Это можно элементарно хотя бы пошкрябать ногтем, если визуально вы не можете найти отличия. Вот. Получается. Сейчас мы вам покажем, как обработать лыжи для хотя бы первой поездки, на которых с завода не было парафина. Вот. Это, допустим, лыжи фирмы Atomic. Для этого вам понадобится уже чуть-чуть побольше инструментов. Это утюг специализированный для обработки лыж. Вот. Не рекомендуем обрабатывать лыжи обычным утюгом, там, каким-то дедушкиным, старым, потому что вы не сможете подобрать оптимальную температуру. Вот. Можете подожечь скользящую поверхность, что повредит ваши лыжи. Так что пользуйтесь специализированными утюгами. Также помимо негонам понадобятся парафины. То есть под погоду, под погодные условия, которые у вас сейчас на улице, под температуру снега, которая указана на упаковке. Вот. Либо, может, какой-то у вас уже опыт есть использования своих парафинов. Вы знаете, какой лучше нанести на какую-то определенную погоду. Либо вы отдадите в сервис, где люди уже знают, какой парафин вам необходимо нанести. Вот. Так как это ваши первые лыжи, и вы только начинаете познавать их обработку парафинами, вам желательно приобрести 2-3 парафина температуры, допустим, от плюс 4 до минус 4 на совсем тепло, от нуля до минус 10 на среднюю температуру, и от минус 10 совсем холод, допустим, до минус 30. То есть вы перекрываете практически весь диапазон. Вот. Непосредственно мы начнем обработку лыжи. Чтобы почистить лыжи и открыть немного структуру, мы используем бронзовую щетку. Также особо без нажима проходим по всей скользящей поверхности. После того, как почистили лыжу, я ферберленовым полотном убираю мелкую пыль, если какая-то осталась. После чего нанесем парафин LF от минус 2 до минус 8. Наносить можно либо в тиране, либо некоторые наносят, плавя парафин, и нанося непосредственно на скользящую поверхность. После чего вплавляем парафин в скользящую поверхность, утюг надолго не задерживая, чтобы не поджечь пластик. Также немаловажно выставить температуру утюга, соответственно температуры плавления на упаковке. То есть здесь у нас 140 градусов, ну здесь допустим 143 градуса, там погрешность плюс-минус 5 градусов не особо имеет значения. Надолго утюг не задерживаем, мы вплавляем парафин равномерно в скользяк. Особенно обратите внимание на пяточную часть и на носочную, они намного тоньше и больше прогреваются, и более легко их можно подплавить. То есть особо не перегревайте ни переднюю, ни заднюю часть. Если у вас парафин тугоплавкий, холодный, они очень твердые, во-первых, нужно там более высокую температуру на утюге, и они за один проход парафин может полностью не расплавиться на лыже. Подождите маленько, чтобы лыжа остыла, только после этого проходите еще один либо два раза, чтобы не перегреть скатальзяк, но полностью распределить парафин. После того, как мы нанесли парафин на скользящую поверхность, желательно, если это теплый парафин, до минус 10, до минус 15 градусов, дать лыжу немножко остынуть. После чего уже приступаем к вычищению, в первую очередь, желоба. Если у нас парафин более холодный, как я уже говорил, то есть это, допустим, от минус 10 холоднее, либо, в принципе, он тугоплавкий. Он после застывания будет очень сложно стещаться с лыжи, поэтому его лучше стещать, пока он еще хотя бы немножко теплый. Особенно если он зеленый, они вообще очень-очень твердые. Вычистили желобы. Теперь проходим камп. И счищаем основной парафин со скользящей поверхностью. Некоторые, бывает, жалеют парафин и наносят очень-очень маленьким слоем, ну, чтобы, так скажем, на дольше бруска хватило. С одной стороны, да, здорово мы экономим, но с другой стороны, мы очень рискуем, что можем поджечь, подплавить скользящую поверхность. Поэтому мы стараемся, ну, не сильно его расходовать, но все-таки сохранить скользящую поверхность клиента, чтобы ее не подплавить. Теперь стальной щеткой выметаем оставшуюся парафинную структуру лыжи. Присорота щетки, это из-за один поход. Все. Вымели лишний парафин, который остался. Также можно использовать ротощетки. Они, в принципе, работают точно так же, как и ручные, единственное, ускоряют процесс. Здесь у нас конский волос. Проходим так же без нажима, равномерно. В принципе, у нас лыжа уже полностью без парафина. Все вычищено, структура открыта. Финишный слой, точнее, финишная доработка, это полировка скользящей поверхности. Все движения стараемся делать от носка к пятке. Все, в принципе, лыжа у нас готова к вашему первым прокатам по снегу. Хотелось бы напомнить, что это у нас начальная базовая обработка лыжи. Если у вас будет желание, вы сами сможете углубиться и познать, как более профессионально обрабатываются лыжи. В среднем обработки хватает от 20 до 100 километров. Как все понимают, это зависит от многих факторов. От качества вашего пластика на лыжах, от погодных условий, от парафина, который вы нанесли. То есть, как я уже говорил, рекомендуем после каждой тренировки обрабатывать лыжи парафином. Точнее, перед каждой тренировкой, чтобы более правильно попасть в погодные условия. Это была начальная базовая обработка лыжи. Чтобы ваша лыжа скользила еще лучше, есть еще очень много способов. Это нанесение накаток, нанесение штайншлифта структуры, применение ускорителей, порошков. Это мы можем сделать вам в наших сервисах Пульс. Либо вы можете подчеркнуть это из наших будущих роликов. Приходите в сервисе Пульс. Ждем вас! Пульс. Ждем вас!